Доброе утро, дорогие друзья! 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 Особое внимание уделять вот этому соку, бульону. Нам необходимо приготовить бульон, мы воду уже поставили, кстати. Поэтому сначала закинем мясо. Вот он у нас еще чуть-чуть согрется. И смотрите, чтобы мясо, у мяса был такой красноватый оттенок, мы его будем закидывать в горячую воду. Вот как. Если хотите, чтобы мясо было естественного цвета, но не красного, а вот как сваренное, то его нужно закидывать в холодную воду. Вот такие вот секретики, нюансы. Это кавказский или японский? Лайфхаки. Пускай закипает, но мы должны смотреть и пенку убирать. А пока наше мясо закипает, создается бульон, вас я попрошу, чтобы вы приготовили нам соус из айрана. Чтобы он был максимально, чтобы наше блюдо было максимально, так скажем, домашним. Тут у нас все ингредиенты в основном домашние. Айран, томат и, естественно, зелень. Ну, если я могу сказать, что мы это купили, грибы, а в остальном у нас все это домашнее. Да, классно. Я убираю вот это все ненужное, да, нам? Нужен айран. Айран. Домашний айран. Домашний айран. Чеснок. Чеснок. Да. Огурец. Так, безжалостно, видишь, я... А, кстати, я слышал, что именно когда выдавливаешь, он... Чеснок. Сохраняет все вот эти эфирные масла. Именно так. И тебе еще нужен будет... Тебе еще нужна будет терка. Так, что мы будем делать? Мы будем огурчик натирать? Да. А, свежий огурчик мы добавим тоже вот в этот вот наш чудный соус, да? Именно так. Да. Слушай, ну, пока я тут занимаюсь вот этими всеми делишками, я хочу поговорить о твоей работе. Расскажи, чем занимаешься. О, вот зря ты сказал, потому что нужно еще следить за супчиком, чтобы там пенка не осталась. Но давай, пока я не начал рассказывать про свою работу любимую, сначала яйца поставим сварить, потому что они нам тоже нужны вареные. Вот слева от тебя есть маленькая кастрюлька, мне кажется, что идеально подойдет. Отлично. Набираем воду, укладываем. Ну, нам сохранять цвет яиц не надо, но будем закидывать в холодную воду до полной готовности, доводим, да, яйца? Да, да, да. Ничего яйца. Что-то там задумывалось. Так, а как это включается? Давай, помогу. Помогу. Да. Все. Ну, ну, пускай варится. Загидывай тогда их в воду и рассказывай. У нас много времени. Олеся, мне выпал такой шанс. Ты, наверное, знаешь, что наша республика является абсолютным лидером в России по производству вязанных изделий. А это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Это показывает оборот наших цехов, которые поставляют всю продукцию центральную и, ну, во всю Россию, короче говоря. И министерство молодежи с министерством промышленности решило поддержать наших цеховиков и открыть для них учебный центр в сфере легкой промышленности. Чтобы готовить специалистов, вот, наверное, когда они, цеховики, предприниматели слышат, чем мы начали заниматься, они, знаете, вот, начинают улыбаться автоматически. Потому что это такая больная тема для наших цеховиков. Это нехватка кадров. И мы начали обучение в четырех направлениях. Это мы готовим специалистов по программированию вязальных машинок. Готовим швей. Швей это... У нас центров по подготовке швей это много. Например, тоже самый технологический колледж, частные курсы. Но готовить шве, которые будут шить трикотажные изделия, у нас нет. Абсолютно нет. Я в этом стопроцентно убедился, потому что, когда я искал преподавателя, то, к сожалению, не нашел. Поэтому пришлось среди своих друзей, которые уже не один год работают вот в этих трикотажных цехах, попросить их. Мы совместно придумывали учебную программу. И таким образом мы начали обучение. Дизайн, изделия. И также оператор вот этих визуальных швей. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям. Те люди, которые хотят обучиться вот по этим направлениям абсолютно бесплатно. Кстати, обращайтесь по номеру 8-928-689-3888. Так, ну а для тех, кто, может быть, не успеет записать, можно будет посмотреть в записи передачу, да? Опять же, мы можем рассказать, как найти вас в социальных сетях. Вы можете просто обратиться в социальные сети Министерства молодежи, некоммерческие организации «Моя карьера», даже в Министерство промышленности. И вы выйдете с нами на связь. С удовольствием мы вас обучим, покажем. Потому что та индустрия, в которой мы лучшие, мы должны оставаться в нем постоянно. И оставаться лучшими. Ну, естественно, зачем нам такой теплый чай, и ни туда, ни сюда. Если быть, то быть первыми. Вот мне нравится ваша политика. И ты, вот, кстати, назвал несколько направлений, одно из которых – программирование. Потому что в современном мире уже везде есть вот эти вот технологии современные. И, к сожалению, без этого уже сейчас никуда. Недостаточно уметь что-то связать или сделать руками. Нужно еще и настраивать оборудование, которое требует определенного подхода и знаний. Знаний глубоких. Абсолютно. Технических, да? Абсолютно верно. То есть для того, чтобы связать красивую шапочку или косточку, нужны знания программиста, да? Потому что технология настолько ушла вперед. Уже то, что вяжет бабушка, радуемся мы. Но клиенты там радоваться не будут. И плюс к этому обороты. Если не вязать качественно, быстро и дешево, то ты просто конкуренцию не выдерживаешь. Поэтому нам нужны и те, и другие. Так, огурчик. Огурчик, так, тоже. Туда? Да, туда. Сколько? Этого достаточно. Достаточно. Соль обязательно. Соль. Здесь у нас. Я еще ложечку возьму. Обязательно. А пока у нас варятся яйца, варится мясо, я приготовлю зажарочку небольшую. Так, включаем масло. Масло слева от тебя. Подсолнечное масло? Да, пойдет. Так, я все это перемешиваю. Что еще мы сюда добавляем? Черный перец добавляем? Обязательно. Ну как же, на Кавказе без черного перца, правда? Угу. Так, и томат тоже туда? Нет, нет, томат не туда. Все, хорошо. А то мало ли, сейчас как мы разойдемся, мы все как сложим в соус. Так, сейчас. Некоторые любители японских аниме, наверное, всем привет. Любители японских аниме, особенно народа, будут, наверное, меня кпитикать, потому что мы будем готовить не по оригинальному рецепту. Но если вы попробуете по моему рецепту, вы, наверное, не будете меня осуждать. Для этого, смотри, Олеся, японские блюда, в основном, они, ну, так сказать, с перчинкой, поэтому наше блюдо будет чуть-чуть острое. Поэтому у нас красный перец, который мы будем применять во время зажарки. И, кстати, розмарин. Розмарин. Будет ароматно. Да, будет ароматно. Я же говорю, что должно быть не только насытно. Знаете, как мой отец говорит, ты должен есть жирное блюдо, а то какой ты мужчина. Вот они, оказывается, критерии. Да, поэтому быстро-быстро покушал и пошел на работу или там пошел овец по стилю. Так, сейчас мы будем... Морковочками. Да, кругляшками. А ты ее предпочитаешь как на терочке или ты прям кругляшками? Не-не-не, кругляшками. И смотри, мы его варить не будем. Мы его будем жарить, чтобы там оставался вот этот звук хруста. Когда ты кушаешь, да, звук хруста. Японское блюдо, как обычно, едят палочками. Но мы палочками есть не будем, у нас есть вилга и ложка. Потому что так быстрее. Слава Богу. Поэтому я сейчас быстренько нарежу. Да. Морковь домашняя, мытая, да? Да. Ты ее не чистишь? Да, не надо ее чистить. Потому что когда чистишь, вот уходит кожура, и вместе с ним уходит, ну, некоторая вот долька аромата и вкуса. Вот как. Но и все же хочется вернуться к теме, да, работы. Как ты пришел в эту профессию, в это дело? Я уже более 15 лет так или иначе кручусь вот в этой индустрии. Потому что, видимо, я должен там какую-то миссию выполнить. Как бы я ни пытался уйти от этой индустрии, жизнь меня возвращает и закидывает ее обратно. С 10 лет я занят вот в этой индустрии. Объясню почему. У младшего брата, мама, дяди, был вязальный цех. Тогда еще были ручные вязальные машины, когда вот руководство вот так все вот это делали. Да, 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 я помню из своего детства тоже. Я работал вот в этой индустрии. Ну, не на машинке я работал в этом возрасте, а вот, например, упаковать или что-то, да, перекладывать. И таким образом я видел, как развивалась вот эта индустрия. И, знаете, я вот хочу вот выразить огромную благодарность тем предпринимателям, которые заняты вот в этой индустрии. Смотри, Олеся, они все это построили сами. То есть это не было наследием Советского Союза или не было... Или никакой поддержки, наверное, ты имеешься. Не то чтобы поддержки, а там не было никаких ресурсов со стороны государства, чтобы это все возникло. Наши люди методом проб и ошибок создали вот эту индустрию абсолютно с нуля. И эта индустрия стала лучшей в России. Это о чем-то и говорит. Так, можно попросить еще раздавить? Конечно, да. Один чеснок. Здесь я вообще легко тебе помогу. Я женщина сильная. Туда же, да, закрываю? Да, да, да. Ну, сейчас начнутся вот эти ароматы потрясающие на кухне. Таким образом ты в этом деле с детства, и для тебя это, можно сказать, семейное дело, да, за которое ты болеешь всей душой. И развиваешь. Знаешь, когда вот твой друг или близкий человек достигает каких-либо высот, ты же рада, что за него? Конечно. Вот то же самое у меня за вот эту индустрию. И вот то, что мы сейчас делаем, открываем вот этот учебник. Точнее сказать, мы его уже открыли. У нас обучается первый поток уже. Это уже о чем-то говорит. И вот мы планировали, что, наверное, мы в год обучим 250 специалистов. Я тебе скажу, вот мы только открыли, у нас не было никакой массовой рекламы. Ну, только вот в статусе выставляли у себя и по друзьям раскинули. За один месяц у нас набралось анкет, ну, анкета у нас онлайн. 280 анкет. Это говорит о том, что, ну, насколько вот эта индустрия нуждается вот в этом учебном центре. Расскажи, пожалуйста, немножко поподробнее. Мы сейчас пригласили людей на обучение. Как проходит обучение? Какой формат обучения? Онлайн или офлайн, да? Далее, какой срок обучения? Тоже имеет значение, да? Вот за какое время можно получить профессию? Я понял. У нас же четыре направления. Так. Программирование, дизайн, оператор визуальных машинок и швеи. У каждого срок разный. Например, чтобы стать оператором, достаточно всего лишь месяц. Плюс-минус 12 занятий, этого будет достаточно. А вот дизайнеры и программисты, так как там срок обучения чуть-чуть дольше идет, там два месяца. Швеи плюс-минус полтора месяца. Ну, то есть до двух месяцев нужно потратить для того, чтобы получить, ну, скажем, профессию, да? То есть люди без подготовки какой-то, да, могут прийти или все-таки нужно иметь какие-то знания, какой-то опыт. Чтобы прийти в наш центр? Да, чтобы прийти на обучение. Основная проблема для вязальных цехов, так скажем, предпринимателей была же именно вот в этом. Что как раз таки во время сезона люди приходят без опыта. Без опыта. Ломает оборудование. Да, ну, это мы с Меёбзен, это на самом деле очень причинно. Конечно, безусловно. Потому что даже вот одна иголочка на вязальной машинке стоит от 200 рублей. И тебе приходит... Если все иголочки посчитать. А на одной машинке может быть до 3000 иголок. Вот, например, приходит какой-нибудь молодой человек и ломает тебе 6-7, а может быть и около сотни иголок. Прошивает пальцы. Во время сезона. Что очень червято последствиями. И поэтому мы даем базу. Вот человек приходит в наш учебный центр, обучается, получает базу. А остальную практику он получает уже в вязальном цеху. Мы максимально симулировали вязальный цех. Для того, чтобы сразу можно было прийти и начать работать на производстве, да? Именно так. И вот, кстати, тут очень здорово, что можно получить в короткий срок определенный опыт, навыки и сразу же устроиться на работу. Именно так. У нас востребованы специалисты. Мне звонят и знакомые, и незнакомые. Поможешь мне почистить? Конечно. Давай. Я буду туда. Он нам больше не нужен, да? Да, он нам пока не нужен. Я чищу грибочки. Нарезаем? Да, нарезаем ломтиками. Так. Так, знакомые и незнакомые тебе звонят? Знакомые и незнакомые звонят мне и говорят, а когда вы уже начнете выпускать специалиста, потому что они нам нужны. И я говорю, ну, у нас мы только начали, у нас еще нет выпускников. У нас терпение. И он такой, а вы не можете побыстрее? Вот так. Еще быстрее, да? Три дня. Да, я говорю. Смотрите, этот учебный центр для нас важен с той точки зрения, что мы должны создать базу знаний. Чтобы постоянно идти в тренде, можно, пожалуйста, тарелочку, чтобы мы могли постоянно находиться в тренде, чтобы мы могли выпускать качественную продукцию. База знаний не только как управлять этими машинками, а база знаний в дизайне, как нужно создавать востребованные вещи. Не на этот сезон, потому что мы уже опоздали, а на следующий сезон. Есть элементарные вещи. Поэтому, о, у нас вот закипает процесс. Да, да, процесс пошел. Красота. Что мы делаем с грибами? Мы их тоже будем жарить. Ты тоже хочешь обжарить? Да, да, тарелочку. Вот то, что мне нравится вот в этом блюде, как мы готовим, например, даже вот русский борщ. Мы все, давай сюда, давай сюда. А здесь мы готовим разными ингредиентами, а потом именно соединяем в тарелки. Ах, вот. Именно в тарелках мы должны их соединить. Поэтому вот то, что мы пожарили и облачки. Мы отправляем в тарелочку. Да, потому что мы их позже будем применять. Но пахнет очень вкусно уже. Уже пахнет фантастически. Терпение. А процесс только начался, понимаете? Терпение. Терпение. Да. И дальше мы обжариваем грибы. Прямо в этой же сковородке, с этими же ароматами, с этим же маслом. Смотрите, у морковки же свой аромат. Конечно. И все продукты должны впитать друг в друга аромат. Да, да, да. Это здорово. А еще это классно, не нужно мыть посуду, обжариваться. Сейчас мы грибочки пожарим. Да, сейчас еще грибочки не запахнут. Да, я вот хотел бы у вас спросить, у тебя спросить. Да. Вот из вязаного трикотажного что ты любишь больше носить? Больше всего. Вот, когда ты выбираешь трикотажное, вот на что ты обращаешь внимание? Шапочки, шапочки обожаю. Шапочки? Обожаю шапочки. Может быть, там свитера, а не свитера? Свитера очень редко ношу, на самом деле. Я не люблю объемную одежду, а я люблю, вообще, я люблю лето. Но! Поэтому зимой мы уезжаем в Дубай, да? Но зимой у меня мерзнут уши. В Дубай мы называем дружбу. В общем, да, пожалуй, это больше шапки, знаешь, это то, что мне необходимо для того, чтобы выйти в мороз из дома. И шапки люблю разные, люблю беретики, люблю кепочки, люблю шапочки, люблю платочки, кстати, тоже шапки разные. Олеся, так как мы с тобой знакомы, я же могу с тобой поделиться личными мечтами. Вот, Карачаева Черкесия, как я уже не раз повторил, она же является лидером в данной индустрии. Представь себе, когда мы станем официальной столицей вязанных изделий России. Так. Ну, мы, допустим, стали столицей. А какая столица без Кремля? И, представляешь, в знак того, что мы стали официальной столицей вязанных изделий, мы строим не просто Кремль, а Кремль-рынок. Вот так. Красивый, чтобы он был не только функциональным, но еще каким-то арт-объектом, чтобы люди с нашей республикой могли любоваться вот этим. Вязанный рынок, да? Давай вот этот паспорт. Да. Проект. И, представляешь, вот мы делаем вот этот Кремль-рынок, а ты, наверное, знаешь, что в прошлом году в Карачаево-Черкесию пришли около двух миллионов туристов. И даже если один или десять процентов будет посещать вот этот рынок, красивейший рынок, ну, представляешь, в восточном стиле, да, где будут торговать наши бренды в шоу-румах. Также там будут торговать бабушки с джигутой, которая, ну, вот руками связала вот эти носочки, да, вот именно. Мы там можем представить нашу гастрономию, нашу кавказскую, да, чтобы наши туристы посещали не только Дамбаярхас, да, но и вот этот рынок. Так, что это нам даст? Допустим, через пять-шесть лет та девушка, например, Саратова Катя, пришла на наш ринг, полюбовалась, узнала, что мы являемся центром вязаных изделий, да, и через пять-шесть лет, когда она решила заняться бизнесом, и так совпало, что она занимается вязанкой, она вспоминает автоматически, что Карачаево-Черкесия – это столица вязаных изделий, и что она делает? Размещает заказу наших предпринимателей. И вот такая взаимосвязь. Представляешь, мы столица, у нас есть собственный Кремль, нас любят туристы. Только на макушке не звезда, а бубончик. Да. Ну, отлично. Но мне нравится, как ты рассуждаешь, вот именно такие люди, которые болеют своим делом и достигают высот, да? Именно так. И делают остальных счастливыми. Я чувствую, как ты греешь, согреваешь своих, наверное, и подчиненных, и студентов, и коллег, не только вязанными вещами, но еще и вот этой энергетикой, и любовью к своему делу. Грибы готовы. Грибы готовы. Сейчас мы будем доставать мясо. Слушай, а мы не до готовности его варим. Это же свежее мясо. Он быстро... Вчера это животное еще ходило. Да. По земле сегодня, к сожалению, но не нашему. Мы кастрюлю не выключаем, потому что этот бульон нам понадобится. И, кстати, ты специально отрезал тоненький кусочек, чтобы оно быстро приготовилось, да? Все продумано. Мы сейчас его чуть-чуть попробуем, потому что оно не должно быть переварено. Свежее мясо. Кстати, мы не подсаливали воду, да? Угу. Солить будем потом. Да. Яйца готовы, мы их убираем в раковину, под холодную воду, да? Нужно их остудить. Грибочки наши. Я правильно делаю? Вот сколько, кстати, бульон? Немножечко. Одну вот эту бульон? На две порции. Все. Что мы делаем с белым? Просто кружочками или поменьше? Не-не-не, кружочками. Эстетика? Конечно. А вообще, кстати, азиатская кухня, она очень часто использует зеленый лучок. Угу. И их повара очень интересно украшают, кстати, и перьями зеленого лука. Можно порезать по-разному, наверное. Угу. Так, и зеленую часть я тоже нарезаю, но ты сказал отдельно, да? Да, да-да-да. Девушки и корешки. Как в этом знаменитом мультфильме, да? Да. Слушай, но чем занимаешься в свободное время? Я вот с нетерпением жду, когда начнется сезон сноубордов, лыж, потому что я очень люблю кататься на сноуборде. А ты знаешь, как я учился кататься на сноуборде? Расскажи. У меня есть несколько таких хороших друзей, как я считал раньше. Они раньше меня научились кататься на сноуборде и сказали, зачем тебе платить специалисту? И мы тебя научим, да? Я им, конечно же, доверился. Я говорю, ну, я вам доверяю, скажите, а как мы будем учиться? Они сказали, ну, как мы учились? Поднимите вверх, ты два раза спустишься вниз, вот и научишься. Ну, правда, там несколько раз упадешь, но ничего страшного. За четыре часа я спустился один раз. Я ползал так, короче. И таким образом спустя два спуска я уже, ну, более-менее уже стоял на сноуборде. Я не рекомендую делать так, потому что это очень травмоопасно. Просто мне повезло, что я не травмировался, но рекомендую все-таки с инструктором. В общем, ты выжил. Я выжил, да. После этого ты понял, что ты должен продолжать. Так, у нас мясо уже готовится. Да, готово. Мы сейчас его... Будешь нарезать их на кусочки. Будем нарезать его на ломтики и потом немножко обжарим. А в это время... Красота. Да, пускай немножко остынет. А в это время, пока мы будем нарезать мясо ломтиками, а какая же японская кухня без лапши? Или вообще азиатская кухня без лапши? Конечно, да. Мы в этом же бульоне будем варить лапшу. Слушай, ну здесь вот не совсем спагетти, это такие плоские. Макарошечки. Отправляем туда, подсаливаем бульон. Немножечко. Чуть-чуть. Да, потому что мы же мясо немножко солили. Держи соль. Будем пользоваться этими популярными приемами. Так, пускай варится. Лучок я нарезал. Ну, самое главное, чтобы они не сломались и не слеплись. Поэтому их часто нужно будет перемешивать. Поэтому я взял деревянную вот эту лопаточку. А вот так мастерски, знаешь, в кухне обращаешься. А плюс к этому я не часто готовлюсь. Так, где мой большой нож? Дома не часто готовишь? Да. По празднику? Да, у нас кухня – это чистая женская территория. Имеется в виду, мама, сестра не пускают на свою территорию, потому что это их прерогатива, так скажем. Так, берем. Как режем? Помните, я вам говорил, что японская кухня – это не только вкусно и сытно, но еще и эстетично. Красиво, конечно. Поэтому должны быть вот такие длинные ломтики. Ух ты! Вы поймете, почему это так. Будет определенная подача. Да. Так. В общем, ты ждешь, когда начнется сезон. Да. Ты мне скажи, ты снаряжение-то собственного производства надеваешь, согреваешь? Ну, естественно. Ну, подштанники вязвые. Естественно. В общем, можно доверять, да? Все проверено, все греет. Вы знаете такую историю? Однажды моя знакомая пошла в горячеводск, наш любимый. Она торговала там свитерами, ну, одеждой. Приезжает на рынок, видит то, что ей понравилось. И спрашивает цену. Ну, там, сказали, там такую же цену, но дорого. И она говорит, зачем мне у вас покупать? Я же могу у себя там на рынке купить. Радовщица говорит, ну, иди покупай, я тоже у вас в джигуте купила. Примерно то же самое у нас получается. Так, сейчас мы будем обжаривать наши ломтики. Это очень аппетитно. Да. Мы срезали ломтики, а остальное мясо мы можем закинуть обратно, пускай варится для бульона. А, вот. То есть мы сохраняем вот этот аромат. Да, максимально до конца. Бульон, макароны. Чувствуешь зелень? Да. Что меня всего поражало, вот в японской кухне, ничего страшного, если ингредиенты будут остывать. Нам же нужно, чтобы все было в пару. У них это не обязательно. Знаешь, они все это разогревают бульоном. Они все вот заранее готовят, и когда приходят посетители, они вот бульон горячий, все это наливают. И это очень удобно. Сейчас мы будем готовить острую составляющую. Заправочка будет. Да. Ох. Розмарин, томат. Сейчас туда отправится чили. Да, и вот как раз таки здесь мы будем использовать острую составляющую. Хорошо это добавим. Ну да. Вот на той конфорке готовь, чтобы камера видела. Будем показывать все тонкости и хитрости. Тут главное чилипетин аккуратно себя вести. Если мы пальчиками добавляем, то пальчики тщательно не будем. Ну, любители могут добавить еще и просто цельный перец. Не молотый, а именно цельный перец. Это будет еще красивее. А пока Олеся остужает наши макароны, мы отправляем нашу зажарочку в наш бульончик. У нас, кстати, еще яйца здесь, яйца тоже охлаждаются. Они же остыли? Я думаю, что да. Нам их необходимо почистить? Абсолютно верно. Я сейчас этим и займусь. Сейчас украшать я, конечно же, доверюсь тебе. Нужно положить листья салата вдоль ободков. Слушай, ну вот эти вот штучки будем срезать? Да, не-не, ставь-ставь. Нормально. По две хватит. Вот так, да? Да. Вот так? Да-да-да. Ближе, ближе. Еще ближе. Да-да-да. Как островок. Вот так? Да, отлично. Да, отлично. Теперь вторая тарелка. Ты точно не смотрела этот сериал? Как я мастерским укладываю листы. Да, прям как есть, да. Так. Но мы вас создаем, да? Да, именно так. Теперь берем наши макароны и накладываем сюда. Давай. Так. Они еще даже не слиплись. Ниже, пускай ниже. Ага, вот так. Оп. А это сюда. Это напоминает лагман. Тш-ш-ш. Кажется, по-моему, обманули. Так. Угу. Так, убираем. Отлично. Ага. Теперь нам нужен полоник, чтобы... Бульон. Да. Остренький бульончик. Да. Какая-то магия, да, сейчас происходит. Берем. Кладешь яйцо сюда. Сколько? В середину? Не-не-не, сбоку. Сбоку? Не-не-не, вот сюда. Вот сюда, да. Вот так. И сюда же тоже будем. Да. Морковочка. Морковочку. Прям вот с томатной пастой. Да. Грибочки. Обязательно. Великолепно. Да, вот так. И теперь островок петрушки. Каждого по островку, короче говоря. Вот так. Рядом. Давай еще. Ну, на любителя. Да. И беленькие, вот сюда, где супчик. Вот. Да. Одна у нас готова была бы, если бы мы еще... Мясо. Мясо сюда не положили. Вот. Самый главный ингредиент. Давай это порежем, вот он. Давай. Ну, тут нужно ориентироваться на тарелку. Да. Вот, смотри. Во. Так. Теперь это то же самое. Угу. Рамен. Вода 3 литра. Говядина вырезка 300 граммов. Чеснок 2 зубчика. Куриное яйцо 1 штука. Грибы, шампиньоны 2 штуки. Морковь 1 штука. Зелень по вкусу. Спагетти 200 граммов. Томатная паста 100 граммов. Растительное масло. Соль. Перец. По вкусу. Рамен готов. Да. Ну, это очень аппетитно выглядит. Если честно, хочется пробовать уже, не хочется больше ждать. Я поэтому предлагаю приступить. У нас здесь много приборов. Да. У нас есть еще соус наш, кавказский тузук. Угу. Олеся, так как он острый немного, ну, азиатский, спецификой, некоторые предпочитают, чтобы его как-то нейтрализовать, его остроту. И в данный момент как-никак лучше подходит тузлук. Он специально сделан именно для этого блюда с огурцом, с чесноком, чтобы придать еще больше аромата и нейтрализовать его остроту. Поэтому это на любителя. Некоторые пробуют так, некоторые пробуют с тузлуком. А мы попробуем и так. Да. Лично мне нравится с тузлуком, поэтому... Конечно, так же. Это наша привычная уже еда. Я сначала попробую бульончик. Угу. А я сразу же. Тузлук и классно. Мне нравится. Остренькая, да, немножко? Очень. Ну, давай-ка еще мне тоже соуса. Так, куда? А, прям вот сюда. Угу. Вот так вот я чуть-чуть сделаю. Угу. Ну, сейчас, знаешь, как еще поступим? Как? Вообще, принято ведь есть палочками это блюдо, да? Да, ну, так как это японский блюдо. Мы сейчас мясо будем пробовать руками или приборами? Давайте, руками. Ммм. Классно. А я попробую как раз-таки лапшу. А я тоже попробовала уже. Так. Чтобы нас не осуждали, мы сделаем вот так. Мясо. Ну как? Угу. Как говорится, двор у соседа зеленее. Можно я попробую твое мясо? Вот что мне нравится, что морковка не переварена, а сохраняет свой вот этот хрустящий звук. Ну-ка, я попробую. Ммм. Угу. Вот так. Как вот пропитанный вкус томата. Угу. У тебя такое ощущение, что ты вроде бы ешь морковку, а ешь помидору одновременно. У меня там еще и мясо. Ну. И бульончик, конечно же, я попробую. Классно. Да. Получилось? Да. Не хочу хвастаться, но у нас получилось. Не хотелось хвастаться, но придется. Да. Получилось действительно вкусно. Классное блюдо. Олеся, лично вас с командой хочу поблагодарить, что пригласили, что дали возможность рассказать о нашем учебном центре, так как это очень важно для всей нашей республики, чтобы она также оставалась лидером в производстве, чтобы она была второй нашей визитной карточкой республики. У нас природа, визитная карточка основная, да? Я хочу, чтобы она была вторая визитная карточка, сотворенная руками человека. И спасибо, что дали возможность рассказать. Потому что, а ты знаешь, что рассказывая про учебный центр здесь, мы можем изменить судьбу некоторых людей. Вот, например, какой-то парень или какая-то девушка услышала в учебном центре, пришла, обучилась, а потом стала, например, великим дизайнером. Вот так. Которому прибегают все известные бренды России и просят, чтобы они сделали для них коллекция. Вот так. Да, появится возможность реализовать себя творчески, профессионально. Именно так. Да, поменять свою жизнь, сменить профессию. А знаешь, как говорят, все гениальные мысли и все великие дела делаются на кухне. Вот так. А мы это сделали на нашей кухне. Великолепные слова. Но я, в свою очередь, тоже очень благодарна, что ты сегодня пришел, приготовил вкуснятину. Я обожаю вкусную еду, обожаю творческих людей, люблю энтузиастов. Я хочу, чтобы у тебя всегда горели глаза, чтобы ты продолжал заниматься любимым делом, чтобы ты достигал новых высот и все задуманные планы осуществились в ближайшее время. Выпьем за это. Выпьем бульону за это. Да. Дорогие друзья, на этой прекрасной ноте я с вами также прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.